Друзья, всем привет! Хотел сегодня поделиться с вами своим, наверное, открытием на Твиче, на стримах на Твиче. Полгода назад, наверное, чуть больше я снимал для вас видео на Ютубе, где рассказывал, что транскодинг на Твиче теперь будет происходить на вашей видеокарте, то есть на вашем компьютере. Соответственно, теперь, если вы не партнер, вы можете спокойно с помощью вашей видеокарты транскодировать у себя ваш поток, и, соответственно, зрители смогут смотреть ваш стрим на Твиче в разных разрешениях. Соответственно, если у них плохой интернет, они могут понизить разрешение и смотреть, кайфовать, чего раньше не было доступно для маленьких стримеров, тех, кто не является партнерами, либо компаньонами. Почему я не стримил на Твиче? Потому что я никогда не мог пройти этот порог 3 постоянных онлайн в среднем. Вот. Соответственно, я стримил Full HD, у меня всегда на стриме было Full HD качество для зрителей, большинство моих зрителей тупо не могли смотреть стрим в этом разрешении. Сейчас уже бета-тестирование данной функции произошло, все четко работает, теперь мы просто качаем OBS последней версии, включаем определенные настройки, и на наших стримах доступно разное разрешение для наших зрителей. Вот. Соответственно, все это протестировали, это OBS совместно с NVIDIA придумали эту фишку. На видеокартах есть специальный чип, который будет отвечать за транскодирование, переформатирование разрешения стрима на разные разрешения для наших зрителей. Соответственно, они все это протестировали, ничего не лагает, производительность такая же. Я еще не проверял, но те, кто этим пользуется, говорят, что практически ком не нагружается. Удивительно, да? Вот. Давайте покажу, как это настроить, что нужно сделать. Смотрите, у нас есть OBS. Я сейчас вам покажу свой OBS. У нас есть OBS. Соответственно, что нужно сделать? Нужно зайти в настройки, привязать учетную запись здесь вашего отвеча. Вот здесь заходим. Заходим в наш аккаут. И далее видим вот такую новую вкладку, называется «Многодорожечное видео». Соответственно, это и есть эта функция, которая делает транскодинг уже на нашем компьютере. Какие видеокарты поддерживаются? Раньше говорили RTX. Сейчас они на своем сайте пишут, что даже какая-то там древняя видеокарта, блин, я не знаю, как она называется даже, 900-й серии от Nvidia якобы поддерживает эту фичу. Поэтому проверьте. Вот, смотрите, Nvidia, GeForce 900-й серии. Даже на ней играли, все было четко. Напишите, на каких видеокартах вы стримили и как вообще ваши стримы проходили. Четко они работали или нет. Ну вот, смотрите. Сначала Nvidia были видеокарты, потом они добавили уже AMD, Intel. Видеокарты поддерживают эту фишку. Поэтому напишите, на какой вы видеокарте занимаетесь транскодингом. И еще, за счет новой этой функции, теперь битрейт может быть у нас максимальный, выставлен 10200. Вот. Он не так работает, что, допустим, 480 будет с битрейтом 10 тысяч, 1080 тоже 10 тысяч. Вот эти 10 тысяч битрейта делятся на каждое разрешение, на которое транскодируется. То есть на Full HD нарна идет тысяч 5 килобит, да? Окей, что они тут еще пишут? Ну, рекомендуемый Full HD стрим, ваш интернет от 12 мегабит, чтобы 10 было на стримы. Два там плюс-минус, если вы захотите на стриме посмотреть видосики. Вот здесь написано, Родионы поддерживают, AMD видеокарты. В принципе, практически на любом современном железе, соответственно, видеокарте это должно работать. Какие у нас настройки? Включаем вот, включить Enhancer Broadcast. Что нам нужно выбрать? Я рекомендую вам убрать вот здесь авто и поставить максимально возможный битрейт, это 10200. Если в этом не шарите, поставьте авто, программа сама рассчитает нужный вам битрейт. Скорее всего, поставить такой же максимальный 10200, если у вас все ништяк со скоростью интернета. Максимум видеодорожек, я пробовал, ставил 5, 2, 10, там сколько угодно, всегда он дает транскодинг на 5 разрешений. Поэтому я поставил авто, потому что без разницы, что вы ставите, он делает 5 разных разрешений. Вот это выглядит вот так. Так, вы включаете и на вашем стриме доступно 10860, 72060, 4830, 16030 и 16030. Кто-то смотрит 16030, напишите обязательно. Вот, вот так это выглядит, когда у меня не включена запись. Сейчас у меня включена запись, здесь немножко вот так, я нажать ничего не могу. Выглядит это все вот так. Вы здесь можете выставлять битрейт, выставлять количество видеодорожек. По факту вы ставите, без разницы, он все равно делает 5 их. Вот, здесь мы все настроили, соответственно, во вкладке видео делаем вывод Full HD. Вот так я делаю. Во вкладке вот здесь вывод, настройки никакие нельзя сделать. Здесь все серенько, потому что уже у нас включен Twitch Enhancer Broadcasting, и он уже контролирует наши настройки. Если вы не шарите, просто ставите авто, и он поставит максимально возможные настройки. В принципе, на этом, наверное, все. Я не знаю, буду ли я стримить на Twitch, потому что до этого я говорил, Twitch я не стримлю, потому что моим зрителям нет транскодинга. Сейчас, чтобы стримить на тот же YouTube, нам нужно привязывать аккаут и выбирать сервер запасной, чтобы стримить на YouTube. На основных серверах сейчас не постримишь. Поэтому, не знаю. Типа, еще одна фишка, что данная функция не работает, если вы будете рестримить. То есть, если я запущу Twitch сразу с этим транскодированием, я не смогу через множественный вывод, допустим, запустить параллельно стрим на ВК. Соответственно, на Twitch говорят, что рестрим будет доступен, когда транскодинг на стороне стримера будет доступен на всех площадках. На ВК вроде недоступен, на YouTube недоступен, поэтому, если вы хотите стримить с транскодингом, вы только сможете стримить на один Twitch. Поэтому думайте, кто рестримит. Все, всех поднял-приподнял. До скорой встречи. Пока!